Здравствуйте, меня зовут Лешов Евгений и это очередной видео урок посвященный System Center Configuration Manager Current Branch. В этом видео уроке я расскажу о том, как управлять обновлениями при помощи Current Branch. В первую очередь это обзор вообще всего процесса, зачем нам нужен Configuration Manager, что он умеет делать с обновлениями и так далее. Далее, конечно же, это системные настройки, требования, как мы устанавливаем, как мы готовим наш сервер для установки обновлений и так далее. После того, как мы подготовим сервер, я покажу, как управлять обновлениями, как они скачиваются, как они устанавливаются, как они настраиваются и так далее. Automatic Deployment Rules, это правило автоматического обновления, тоже будут рассмотрены в этом видео уроке. Я расскажу о том, зачем они нужны, в чем их преимущество перед ручной установкой. После этого мониторинг и трэблшутинг. Несколько слов про группы границ, которые получили некоторые новые функции в версии Current Branch 17.02 и которые имеют некоторое отношение к Software Update Points. И буквально несколько слов про Best Practices. Итак, обзор возможностей. В чем плюс Configuration Manager, зачем он вам нужен? Если у вас есть WSA сервер и вы при помощи него устанавливаете обновления, вы можете задаться вопросом, зачем нам нужно использовать Configuration Manager. У Configuration Manager есть ряд преимуществ перед WSA сервером и самое первое, наверное, самое главное преимущество это установка на коллекции. Вы можете создавать динамические коллекции на основании некоторых параметров. Это будут компьютеры, которые входят в определенное организационное подразделение, либо же компьютеры какого-то определенного отдела, либо департамента, либо компьютеры с каким-то определенным набором железа, оперативная память, количество места на диске, операционная система и прочее. Вполне очевидно, что это более гибкая установка обновлений с большим количеством возможностей, если мы сравним WSA сервер и Configuration Manager. Опять же, если мы говорим про установку на коллекции и в принципе установку через Configuration Manager, это значит, что у нас есть расписание и у нас есть Software Center. То есть это то, чего нет у WSA сервера. Вы можете сказать, что на эту коллекцию компьютера вы будете устанавливать эти обновления, например, завтра в 13.00 или послезавтра в 19.00. А на эту коллекцию вы можете пользователю дать возможность устанавливать обновления, когда он сам посчитает нужным. То есть он через Software Center выберет обновление, когда ему будет это удобно, жмет кнопку Install и таким образом вы не будете вмешиваться опять же в его работу. Если же мы говорим про вмешательство в работу пользователя, у нас есть поддержка WakeOnLan. То есть вы можете ночью поднимать компьютеры по WakeOnLan, устанавливать, например, операционные системы, драйвера или патчить компьютеры и выключать эти компьютеры. Пользователь утром, приходя на работу, получает уже пропатченный компьютер со всеми нужными обновлениями и в течение работы он не будет видеть каких-то глюков, у него не будет тормозить компьютер в процессе установки обновлений, потому что они были установлены ночью. То есть вы не будете вмешиваться в процесс работы пользователя и таким образом он будет выполнять возложенные на него функции. Опять же при этом, если вы хотите делать это через WakeOnLan и через расписание, вам не нужно извещать пользователю, что просьба в такое-то время, в такой-то день оставить компьютеры на ночь включенными, для того, чтобы мы могли пропатчить системы. То есть у вас нет этого взаимодействия с пользователями и вы можете это все делать без них, делать через WakeOnLan. Это то, чего нет у WSAS сервера. У Configuration Manager есть дашборды, которые дают вам быстрое понимание того, в каком состоянии ваши обновления, куда они там были установлены, куда они требуются, какие там существуют проблемы. И есть богатая система отчетов, несколько десятков отчетов, которые относятся конкретно к установке обновлений и можно понять, опять же, в каком они состоянии, куда они успешно приехали, куда нет, где какие возникли ошибки, на какое количество компьютеров оно требуется, это обновление, на какую коллекцию и прочее-прочее. Есть задача WSAS Cleanup, то есть возможность автоматической очистки WSAS сервера от неиспользуемых в установке апдейтов. Соответственно, вы всегда имеете плюс-минус актуальную базу апдейтов и у вас нет там никакого мусора, который не требуется вашим клиентам и эти обновления не нужны на ваших серверах. Есть правило, скажем так, переопределения или устаревания ваших обновлений. Если обновление перекрыто следующим обновлением, которое вышло через несколько дней, например, или через какой-то более длительный промежуток времени, вы это обновление можете автоматически удалять для того, чтобы ваши клиенты его не устанавливали. ADR, так называемый Automatic Deployment Rules, это правило, которое освобождает вас от некоторой рутинной работы по установке обновлений. Вы можете сказать Configuration Manager, какие параметры являются для вас верными, какая коллекция для вас является таргетом. И если все эти параметры совпадают, то Configuration Manager будет автоматически скачивать определенные обновления и устанавливать по определенному расписанию на определенную коллекцию эти обновления без вашего участия. Таким образом, вы освобождаете свое время администратора. У Configuration Manager есть интеграция с Windows Update for Business, есть интеграция с клиентами, которые находятся в интернете, про Software Update Center я уже говорил, и есть интеграция с System Center Update Publisher. До этого лета, 2017 года, был Software Update Publisher 2011, который работал с Configuration Manager 2012, и недавно вышел Software Update Publisher, который на данный момент, на момент записи видеоурока, находится в состоянии превью. Вы можете его использовать, он поддерживает Windows 10, он поддерживает Windows Server 2016, он поддерживает Configuration Manager Current Branch. Через System Center Update Publisher вы можете импортировать в Configuration Manager обновления для сторонних программ, например, для Acrobat Reader, или для Firefox, или для Java, и так далее. То есть вы можете не каждый раз переустанавливать приложение, если вышла новая версия, а скачивать только обновления, то есть какие-то патчи к какому-то определенному ПО, и публиковать эти патчи на Configuration Manager. И эти патчи будут видны в Configuration Manager вместе с вашими обновлениями от Microsoft. Я не буду долго распространяться по поводу System Center Update Publisher, поскольку этот материал, наверное, займет часть времени на отдельный видеоурок. И я подготовлю отдельный видеоурок, который будет называться установка обновлений для third-party applications через System Center Update Publisher и Configuration Manager. Разобрались с основными возможностями и переходим к требованиям. Итак, по поводу требований. Что нам нужно? Нам нужен iOS, нам нужен .NET Framework, нам нужен Windows Server Update Services версии 4.0 или выше, то есть это Windows Server 2019 и 2016. Если же мы не будем устанавливать Software Update Point, то есть нашу роль, которая будет управлять сервером обновлений, то есть нашим WSAS сервером на Configuration Manager сервер, мы должны установить WSAS консоль на этот сервер для того, чтобы мы знали, где находится WSAS и мы на этот сервер будем устанавливать Software Update Point, то есть ту роль, которая будет управлять WSAS сервером. Об этом я чуть позже расскажу и расскажу вообще, зачем нам нужен WSAS сервер. И кроме этого, хорошо иметь на агентах Windows Update Agent последней версии, поскольку он напрямую участвует в работе установки обновлений. Далее настройки. Что нам нужно сделать, прежде чем у нас все получится с установкой обновлений? То есть как мы должны подготовить нашу инфраструктуру? В первую очередь, если же мы использовали групповые политики и в групповых политиках конфигурировали какие-то параметры для установки обновлений, нам нужно все эти параметры перевести в состояние Not Configured, поскольку групповые политики и политики, которые приедут к клиенту Configuration Manager, будут конфликтовать между собой и у вас не получится устанавливать обновления через Configuration Manager. Поэтому вы все политики в Active Directory переводите в состояние Not Configured, и те настройки, которые приезжают из политики Configuration Manager, являются единственными верными. Далее Reporting Services Point. Не является обязательной, но является желаемой вещью в вашей инфраструктуре, поскольку без Reporting Services Point будет иногда тяжело понять, где какие обновления вам нужны, куда было установлено то или иное обновление, процентное соотношение, успешность установки обновлений и так далее. Обычно еще IT-руководители запрашивают по какому-то патчу какую-то информацию, куда было установлено, куда не установлено, ну и прочее-прочее потом начинают разбираться, почему по какому-то обновлению очень низкий процент Success у вас идет. Поэтому отчеты желательно, конечно, иметь в вашей инфраструктуре. Далее Client Settings. То есть вам нужно настроить параметры и, скажем так, объявить вашим клиентам, что теперь они будут устанавливать обновления через Configuration Manager и вот с такими параметрами. Окно обслуживания. Тоже, опять же, по вашему желанию желательно его иметь. Наверное, это будет актуально в большей части для серверов. То есть вы задаете окно обслуживания, в какое время дня, в какой день вы можете устанавливать обновление и когда сервер может перезагружаться. Дальше вам нужно сконфигурировать компонент Software Update Point. Вам нужно установить WSAS сервер, но не конфигурировать его, потому что будет заниматься этим Software Update Point. И после этого уже установить саму роль Software Update Point и ее сконфигурировать. Ну а теперь, собственно, вопрос главный. Зачем нам вообще нужен WSAS сервер? WSAS сервер нам нужен для того, чтобы скачивать каталог метаданных из интернета с сайта Microsoft Update, поскольку сам Configuration Manager может скачивать обновления и может их деплоить на клиентов, но он не может скачивать метаданные, то есть информацию о том, какое обновление есть, для каких систем, сколько оно весит, какие у него дополнительные параметры, информации и прочее, прочее. То есть именно информацию об обновлениях Configuration Manager сам не умеет качать. И в этом случае используется WSAS сервер. На WSAS сервер мы устанавливаем роль Software Update Point. Она может располагаться и на сайт сервере, если у вас небольшая инфраструктура, то есть вы на ваш же сайт сервер ставите WSAS сервер и на тот же сервер устанавливаете поверх Software Update Point. Либо же это может быть какой-то другой WSAS сервер, то есть отдельный сервер в вашей инфраструктуре, на который вы устанавливаете роль Software Update Point. Вы из консоли говорите о вашей Software Update Point синхронизироваться с сайтом Microsoft Update. Software Update Point лезет на Microsoft Update, стаскивает метаданные о новых обновлениях, передает эту информацию в WSAS датабейс, скаченные метаданные, ваш Software Update Point отсылает на сайт сервер, сайт сервер отсылает информацию в сайт датабейс, вы открываете консоль Configuration Manager, переходите в раздел «Работа с обновлениями», видите информацию о новых обновлениях и потом принимаете решение, какие обновления скачивать. То есть у вас есть информация только об обновлениях, но еще нет файлов для установки. И принимаете решение, какие файлы вы хотите скачать, на какие компьютеры вы хотите это установить и так далее. И в демонстрации я покажу, как подготовить Configuration Manager к установке обновлений. Итак, я не буду показывать такие простейшие вещи, как конфигурирование групповых политик, они у меня в домене все находятся в состоянии Node Configurate, которое относится к установке обновлений. В качестве теста я взял свой второй сервер, это 17.07 Technical Preview, и у меня есть 17.06 Current Branch, который является моим основным сервером Configuration Manager, где обновления уже давно настроены, работает, как бы там с ними все в порядке. Ну и по очевидным причинам я там не могу показать установку обновлений с нуля. Поэтому базовые шаги по настройке я покажу на своем втором сервере, на Technical Preview, здесь ничего не было сделано, и потом уже перейду на второй сервер. То есть поскольку у меня здесь на этом сервере уже установлен Configuration Manager, соответственно у меня здесь есть и .NET Framework, и IIS, и так далее. То есть здесь все готово, здесь только нет ничего, которое относится к Software Update Management. Первым делом я хочу сконфигурировать Software Update Point компонент. Его можно, этот компонент, конфигурировать как до установки WSS сервера, так и после, так и после установки даже Software Update Point, не суть важно. Ну, я предпочитаю это делать в начале. Мы будем синхронизировать наши обновления с Microsoft Update. Мы не будем создавать какие-то ивенты, которые касаются WSS. Update Files. У нас есть два варианта. Это либо скачивать полные файлы для того, чтобы устанавливать обновления через полные файлы, либо же скачивать полные файлы. И так называемые Express Installation Files. Это недавно появившийся тип файлов обновлений для Windows 10, которые занимают больше места, но по сути на наших серверах и на Distribution Point. Но по сути они для конечной точки, для Windows 10, они являются меньше по размеру и установка происходит быстрее. То есть, какие файлы использовать вам? Еще нужно изучить этот материал. Вы сами должны понять, что вы хотите. По умолчанию я оставляю Full Files. Classification. Здесь, опять же, вы можете выбрать, какую классификацию вам нужно в своей инфраструктуре использовать. Какие-то критические обновления, либо же Feature Pack, Service Pack, Updater Lab и так далее. Продукты. Здесь неполный список продуктов. Я могу сразу, например, показать по поводу Windows. Это очевидно, здесь нет 8.1, Windows 10 нет, Windows Server 2019 R2, Windows Server 2016 тоже нет. Вы не пугайтесь. Этот процесс так сделан, он так работает, что у вас ваши продукты, актуальный список появится после первой синхронизации с Microsoft Update. И только после первой синхронизации вы можете включить уже нужные вам продукты. Опять же, например, я думаю, все из вас используют Windows 10, Windows Server 2019 и Windows Server 2016. Поэтому можно включить все продукты, все отключить. Я всегда так делаю и включаю что-то одно для того, чтобы прошла синхронизация, посмотреть, как это работает. Опять же, нет, здесь у нас Office 2013, Office 2016. Можно включить, например, Silverlight и все. Дальше, синхронизация. Как часто ваш Software Update Point будет синхронизироваться с Microsoft Update? По умолчанию, там, каждые 7 дней, либо же, там, каждые 7 часов, либо каждые 17 часов, там, зависит от вас. Опять же, от тех параметров, которые вы решите для себя, там, они будут, там, единственно, правильные и верные для вашей компании. У вас есть, там, несколько департаментов, несколько отделов, и процесс может быть, ну, довольно сложный. Поэтому сказать, что вы должны синхронизироваться, там, каждые, там, 7 часов, ну, неправильно. Либо же, это какая-то кастомная будет синхронизация в какое-то определенное время, в какой-то определенный день недели, либо, там, в определенную неделю. По умолчанию, в лабе я использую каждые 4 часа, я всегда знаю, что все мои клиенты обновлены, они все пропатчены, с ними все в порядке. Но это, опять же, это демонстрационная лаба. Дальше, Supersidence Rules. Я, честно сказать, не знаю, как это переводится в русском языке. Я использую только англоязычную консоль, я это называю, так, в дословом переводе, правило устареванием, там, или правило переопределением. Я не работаю с русскоязычной консолью, хотя компанией Microsoft помогаю, нашей команде STCM помогаю переводить все эти термины на русский язык. Как бы тоже участвую, скажем так, в некотором роде в разработке Configuration Manager, в адаптации его для русскоязычных администраторов, но сам всегда использую англоязычную версию. Поэтому буду говорить, что это правило переопределения, или правило устаревания. То есть, если у нас появляются какие-то новые апдейты, которые перекрывают предыдущие апдейты, мы говорим, что они сразу же устаревают, и мы их не будем использовать. Либо второй вариант, как только у нас появляются новые апдейты, старые апдейты, мы еще оставляем на какой-то период времени, например, на три месяца, мы устаревшие уже апдейты, мы еще можем устанавливать на наших клиентов по каким-то причинам. Например, если у вас большая компания, у вас есть отдел безопасности, который в крупных компаниях, особенно в банках, очень неторопливо работает, и они могут тестировать в тестовой среде только те апдейты, которые, например, уже устарели на прошлой неделе или месяц назад. И давать вам разнарядку на установку этих апдейтов. И для того, чтобы они у вас были, соответственно, вам нужно использовать эту опцию. Если у вас в компании все быстро работает, отделы между собой как-то быстро общаются и дают друг другу актуальную информацию, и у вас нет таких проблем, тогда можно выбрать этот вариант, что устаревшие обновления запрещены к установке. Плюс у нас есть Run WSS Cleanup Wizard. При каждой синхронизации с Software Update Point наши обновления, устаревшие и неиспользуемые, будут удаляться с ваших серверов. То есть у вас всегда будут относительно актуальные обновления, и старых обновлений вы не будете видеть. И в логе, я покажу позже, в логе видно, что там ваша Software Update Point синхронизировалась, там скачала какие-то метаданные, и ваш Cleanup Wizard удалил там три сотни каких-то устаревших обновлений, там или там 650 устаревших обновлений. То есть я считаю, что как бы, опять же там в лабе это хорошо, в зависимости от вашей ситуации, возможно, вам не нужно выбирать эту функцию. Ну и языки, какие языки нам нужны? Нам нужен только английский, поэтому я все остальные убираю и нажимаю ОК. Далее нам нужен WSS Server. Итак, мы должны выбрать нужную нам роль, поскольку все остальные требуемые компоненты у нас уже установлены. Нам нужен только WSS. Сейчас мы добавляем все зависимые фичи. Здесь вы выбираете либо же внутреннюю базу данных, которая будет использоваться для WSS Server, либо же базу данных, которая будет размещаться на SQL Server. До сих пор ведутся споры, какая база является более правильной. Некоторые утверждают, что у них там, и даже на большом количестве клиентов, внутренняя база вполне корректно и нормально работает. Есть приверженцы SQL Server и WSS базы, размещенные на SQL, которые говорят, что управлять этой базой проще. Как бы они там могут работать с SQL-запросами, они могут там создавать всякие там maintenance-таски. И это все работает быстрее. То есть я не могу сказать, порекомендовать вам, что для вашей инфраструктуры будет правильным. Для Lab'а я всегда оставляю внутреннюю базу. В продуктивной среде я сталкивался обычно с SQL-серверами. Далее вам нужно указать папку, в которой будет храниться информация о ваших апдейтах и ее расшарить, сделать ее общей папкой. И нажимаем кнопку Install. Итак, установка WSS сервера закончилась успешно. Закрываем Wizard. И нам нужно произвести так называемые Post-Installation Tasks, запустить, для того, чтобы завершилось конфигурирование WSS сервера. И сразу же первым делом мы еще не начали ничего делать. Нам уже нужно трэблшутить. Живой пример трэблшутинга. Я запустил Post-Installation Tasks, которые закончились эти задачи неуспешно. Я открываю сервис и смотрю, что iOS запущен успешно. Открываю оснастку и вижу, что Default Website остановлен и WSS Administration остановлен. То есть эти два сайта не запущены. Я пытаюсь запустить и вижу, что мои два сервиса не запущены. И до тех пор, пока эти сервисы не будут запущены, сейчас они остановлены, мы не сможем стартануть Default Website. Давайте найдем World Wide Web Publishing Service. Вот, и он в состоянии Disabled. Переводим его в автоматик. Стартуем его. И у нас не запущен какой-то из связанных сервисов. Windows Process Activation Service у нас не запущен. Запустили успешно. Этот сервис запустили успешно. Давайте попробуем еще раз запустить наш сайт. Вроде бы запущен. Все у нас Applications Pool в состоянии Started. Ну и запустим Post Installation Tasks еще раз. Видим, что они работают. Подождем результата. Итак, мы видим, что задачи по финальному конфигурированию WSA сервера успешно выполнены после нашего небольшого трэблшутинга. В папке Updates появились файлы, в которых будет лежать информация об обновлении. То есть будет здесь лежать каталог метаданных. И мы можем переходить к нашему Configuration Manager и устанавливать Software Update Point. При этом, если вы заметили, я не открываю консоль WSA сервера и там ничего не конфигурирую. Все будет выполняться через Software Update Point. И здесь мы видим те же самые параметры, которые мы уже конфигурировали через Software Update Point component. Я здесь выбираю, что WSA сервер будет сконфигурирован, используя порты 8530 и 8531. Для клиентских коммуникаций, поскольку это не Windows сервер 2019, но это 2016. Мы выбираем эти параметры. У нас WSA не версии 3.0 SP2. Мы здесь не выбираем никакие параметры. Прокси и аккаунт нам, в принципе, не нужны. Аккаунт для подключения к WSA серверу. Поскольку это у нас локальный WSA сервер, у нас не требуется никакой аккаунт для удаленного подключения и администрирования другого WSA сервера. Синхронизация. Все то, что мы определили в параметрах компонента. Настройки синхронизации. Параметры устаревания. Update файлы. Классификация. Продукты. Здесь, если вы видите, у нас только сервер Lite. Языки должен быть только английский. Да, все таки осталось. Нажимаем Next. И ждем, когда у нас установится Software Update Point. Итак, как мы видим, у нас появилась новая роль. Software Update Point. И можно посмотреть по логам, все ли у нас успешно. В первую очередь смотрим Software Update Point Setup. Мы видим, что у нас установка нашей роли прошла успешно. Нет никаких проблем. Дальше мы можем открыть Double Sass Control. Мы видим, что у нас успешно было соединение с локальным WSAS сервером. У нас нет никаких, скажем так, unhealthy компонентов WSAS сервера. Откроем WSync Manager, то есть менеджер синхронизации WSAS сервера. Мы видим, что у нас ничего не синхронизируется, поскольку у нас какие-то проблемы. И лог нам говорит, что пожалуйста посмотрите в лог WSAS, то есть WSAS Component Manager для каких-то деталей. Открываем этот лог. И видим, что у нас в принципе здесь все в порядке. То есть мы успешно подсоединились к WSAS, который располагается на этом сервере. Работает по порту 8530. У нас было успешное соединение, в принципе у нас нет никаких проблем. То есть у нас синхронизация произошла быстрее, чем мы подключились к WSAS. И в принципе в этом случае можно проверить вручную, все ли у нас в порядке, будет ли у нас происходить синхронизация. Мы можем запустить синхронизацию вручную, то есть Manual. И мы подтверждаем, что да, мы хотим запустить синхронизацию. Я нажимаю Yes. И мы смотрим компонент, точнее не компонент, а лог WSing. И спустя буквально 2 минуты у нас началась синхронизация и прошла она очень быстро. Как мы видим, старт WSAS синхронизации прошла она у нас очень быстро, поскольку у нас были указаны вот такие продукты. То есть это Server Lite и такая классификация Security Update, Update Relapse и Service Pack. Мы видим, что у нас была синхронизация по Server Lite и мы скачали только одно обновление. Ну не одно обновление, а информацию об одном обновлении и остальные у нас в состоянии skipped. То есть все эти обновления по Server Lite, они были сопроceded, то есть были уже устаревшие. И это обновление перекрыло по времени все эти обновления, которые были выпущены перед этим. Соответственно, мы по большому счету скачали только информацию по одному обновлению и у нас должны появиться новые категории в конфигурации Software Update Point. Кроме этого, у нас запустилась задача WSAS Cleanup. Но она ничего не вычистила, поскольку у нас не было никаких там неиспользуемых старых обновлений. У нас это была первая синхронизация, если бы у нас были эти обновления, они были бы удалены. Если зайти в All Software Updates, мы должны увидеть это только одно обновление. И дальше мы проверим, что у нас появились новые категории в Software Update Point свойствах. Итак, мы видим наше обновление. 23.307 проверяем. Вот оно. Только одно. Мы здесь видим All Software Updates. One Items. Ну и теперь мы можем добавить другие продукты или другие классификации, что нам нужно, поскольку у нас уже все это появилось после первой синхронизации. Заходим в параметры Software Update Point. Компонент. Открываем продукты. И как вы видите, у нас появился Office 365, Office 20.13, 20.16, System Center 20.16, к примеру, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 20.16, 20.19.r2 и так далее. Ну и здесь, соответственно, мы можем выбрать, какие нам нужны продукты, выбрать классификацию, критические апдейты, фичер паки, апгрейд для Windows 10 и так далее. Нажать Apply. И при следующей синхронизации Software Update Point будут скачаны, опять же, новые метаданные об этих обновлениях. И потом вы примете решение, устанавливать вы их будете на каких клиентов, по какому расписанию, на какие коллекции и так далее. Я на этом заканчиваю работу со своим временным, скажем так, тестовым сервером. Я показал первичную установку, первичную настройку всех компонент. И теперь я переключаюсь на свой основной сервер, где уже работают все обновления и покажу, что нам нужно делать дальше. Итак, я переключился на свой основной сервер и следующий пункт, который нам нужно проверить, это окно обслуживания. Мы сделали первоначальную настройку нашего сайт-сервера, мы настроили параметры Software Update Point, мы установили Software Update Point и она у нас прошла первую синхронизацию. Далее открываем свойства коллекции, открываем Maintenance Windows, то есть наши окна обслуживания. Здесь мы можем задать имя, дату, когда это окно обслуживания будет работать, старт, с какого по какое. Например, с часу ночи до 7 часов утра. Соответственно, длительность этого окна будет 6 часов. И внутри этого окна мы можем устанавливать все, что угодно. Устанавливать только Software Updates и запускать TAS Sequences. Здесь мы можем указать, что это окно будет повторяться, то есть, например, оно будет выполняться еженедельно по воскресеньям, либо же ежемесячно в какой-то там период, либо там, например, каждое первое воскресенье, либо же ежедневно и так далее. Ну и, соответственно, все компьютеры, которые будут входить в эту коллекцию, могут устанавливать обновления в определенный период за бизнес-часами, то есть не мешая пользователю при этом. Следующий параметр – это клиентские настройки. Открываем клиентские настройки. Открываем все параметры, которые связаны с Software Updates. Ну и, в первую очередь, мы должны подтвердить, что да, мы хотим управлять нашими обновлениями наших клиентов через Configuration Manager. Далее, сканирование. Как часто наши клиенты будут связываться с WSS и проверять, все ли у них актуальные апдейты установлены, если не все. Если на WSS есть более новые апдейты, они будут, соответственно, сигнализировать о том, что им нужно эти апдейты устанавливать. Понятно, что в лабе 3 часа – это нормальный параметр, каждые 3 часа в реальной ситуации, в реальной инфраструктуре нужно этот параметр увеличивать, то есть ставить каждые, не знаю, 10 часов, 24 или каждые 3 дня, в зависимости от вашей ситуации, потому что каждые 3 часа – это большая нагрузка на WSS. Следующий параметр – ScheduleRevaluation, то есть если наши апдейты были удалены, как часто мы проверяем, что они у нас находятся на месте, если они были удалены, они у нас попадут снова в цикл установки обновлений, то есть если, например, пользователь удалил какое-то обновление, но является там у него required, то есть мы будем проверять, что его нет, и мы будем его снова установить на тот компьютер, где его уже нет, но где оно было. И еще один параметр – это связанный параметр с дедлайном. Как часто мы будем проверять период времени, который может совпасть с нашим дедлайном от другого дедлайна. Попросту говоря, если наступает дедлайн для установки какого-то обновления, и у нас есть еще в каком-то промежутке времени другие апдейты по другому дедлайну, мы можем их, скажем, захватить в один период установки. Например, если у нас сегодня есть на 12 часов дня какой-то дедлайн на установку обновления, и через 6 часов у нас есть дедлайн на установку других обновлений, то здесь при параметре 6 часов мы их тоже захватим, и они тоже будут устанавливаться в 12. Я, например, могу этот параметр изменить, поставить, например, 7. То есть, если мы устанавливаем какие-то апдейты по дедлайну, и если на будущую неделю, в течение будущих 7 дней у нас есть еще какие-то дедлайны, то мы захватим все эти обновления и будем устанавливать их одним комплектом. Надеюсь, я как-то понятно объяснил этот параметр. Далее параметры, которые связаны с Express Installation Files. Хотим мы их использовать или нет. И параметр, включаем ли мы управлением агентом клиента Office 365. Включили мы эти параметры, ну и, соответственно, у нас есть деплоймент. У меня в моем данном случае на коллекцию All Systems, то есть все мои агенты получают эти параметры. Ну и финальная проверка. Если у нас все было правильно сделано, мы заходим в Software Library, Software Updates и в All Software Updates мы видим наши апдейты, которые соответствуют нашим критериям, которые мы определили в свойствах Software Update Point. И мы видим какую-то статистику, что они кому-то требуются, там куда-то они установлены, куда-то они требуются и так далее. Про эти цифры, про эти иконки, про все эти столбики я расскажу чуть дальше, как все это работает. То есть мы можем считать, что провели правильную настройку сервера Configuration Manager для установки апдейтов. Итак, как наши компьютеры начинают работать с обновлениями и вообще узнают, что нужно устанавливать именно эти обновления. Компьютер обращается к Management Point за политикой, а в политике ему приезжают настройки о том, что у него теперь есть Software Update Point, с которым он должен синхронизироваться. Он обращается к WSAS Database и происходит синхронизация той информации, которая есть в WSAS и эта информация остается в WMI-репозитории. То есть происходит сравнение тех апдейтов, которые есть у нас в базе WSAS и тех апдейтов, которые установлены на компьютере. Компьютер сохраняет эту информацию, отправляет на Management Point, Management Point передает эту информацию на сайт-сервер, сайт-сервер передает эту информацию в сайт-датабейс. И после этого вы открываете отчет и, собственно, введите в отчете, либо же в консоли, либо в отчете вы видите, что у вас такое-то обновление, требуется такому-то количеству компьютеров. Ну и кроме того, вы видите список всех этих компьютеров, коллекцию и прочую информацию. Итак, какие у нас есть состояния обновления? То есть когда компьютер у нас отчитался по какому-то обновлению, у него может быть три состояния. Это Required, NotRequired, Installed. Если компьютер еще не отчитался о каком-то обновлении, ну, например, компьютер просто выключен, но не знает, что есть какие-то новые обновления, состояние будет unknown. Итак, Required – это то обновление, которое требуется компьютеру, оно не установлено. И компьютер говорит о том, что его нужно установить. NotRequired – это то обновление, которое не подходит под этот компьютер, либо же под эту операционную систему, либо под этот продукт. Не суть важна. Например, если у нас обновление для Windows 7, то компьютер с установленной Windows 10 скажет, что это обновление NotRequired. И Installed – это обновление, которое требовалось и было установлено успешно. Ну и, соответственно, вам не о чем беспокоиться. Итак, когда вы открываете консоль Configuration Manager, заходите в All Software Updates, вы видите ваше обновление, информацию о них и пять разных типов иконок. Зеленая иконка обозначает, что с обновлением все в порядке, это самое простое обновление для вашей операционной системы, либо для какого-то программного продукта, и вы можете его устанавливать. Зеленая иконка обозначает, что это истекшее уже обновление, то есть оно уже устаревшее. Такая иконка с солнышком обозначает, что это обновление было перекрыто, то есть было перекрыто более свежим обновлением. Красная иконка обозначает, что это обновление у вас какое-то проблемное. И синяя стрелочка говорит о том, что это не само обновление, а только метаданные о каком-то обновлении. Итак, как происходит процесс установки обновлений. Еще раз по шагам, очень кратко. Вы установили Software Update Point, она у вас синхронизировалась. Вы сделали настройки для клиентов. Клиенты пошли на Software Update Point, синхронизировались с ней и отчитали, что им требуются какие-то обновления. И что происходит потом, когда вы видите какие-то единички, циферки, наоборот, тысячи, может быть сотни в вашей консоли. Вам нужно устанавливать эти обновления. То есть вы открываете консоль, выбираете обновление, которое вы хотите устанавливать. Вы его скачиваете с Microsoft Update в какую-то локальную папку. Эта папка будет являться source files, то есть источником, из которого вы будете дальше создавать пакет. То есть вы скачиваете все нужные вам обновления в локальную папку на сервере. Из этой папки вы создаете потом пакет. Пакет помещаете на Distribution Point и клиент, и назначаете этот пакет на какую-то коллекцию. Клиент обращается к Management Point и узнает о том, что ему нужно что-то устанавливать. То есть как обычный процесс там с операционными системами, с драйверами, с какими-то пакетами, аппликейшенами. То есть здесь суть та же самая, кроме скачивания локального обновления в какую-то папку. Ваш компьютер узнал с Management Point, что ему нужно что-то устанавливать. Обратился к Distribution Point, скачал этот пакет, установил все обновления, которые были в пакете, которые ему подходили. Отчитался на Management Point, что у него там были установлены какие-то обновления. Management Point передала информацию на сайт-сервер о том, что такой-то компьютер устанавливал какие-то обновления успешно, либо наоборот неуспешно. Сайт-сервер промещает информацию в базу данных. Вы открываете отчет, либо открываете консоль и видите, что у вас по таким-то обновлениям такая-то статистика. Либо там успешная какая-то, либо неуспешная разливка обновления произошла. Далее, у вас есть несколько методов, как вы можете искать обновления. То есть вы можете сортировать их, можете задавать разные фильтры, можете сохранять какие-то поисковые запросы, либо можете пользоваться отчетами. При помощи всех этих механизмов вы можете определить, какие обновления нужны вашим компьютерам и что вы хотите устанавливать. И сейчас я покажу небольшое демо, как в общем-то работать с обновлениями. Итак, краткий обзор того, что вы видите перед собой. Ну, в первую очередь столбец с иконками, как я уже говорил, зеленые. То есть это обновления, которые можно прямо сейчас брать и устанавливать. Оранжевые, это обновления, которые были перекрыты более свежим обновлением. И серые, это вообще устаревшее обновление. Здесь по цифрам для Windows Defender, то есть по антивирусным базам, видно, что 430 это самое последнее обновление, которое приехало, оно зеленое. Оно перекрыло вот эти четыре, а эти два обновления 348, 357 считаются сейчас совсем устаревшими. Далее, Title, у нас имя обновления. Required, на какое количество компьютеров требуется это обновление. То есть я отсортировал по Required от 4 до 0. То есть все остальные обновления, которые ниже, они не требуются для установки. Установлено на какое количество компьютеров. Процент соответствия. Скачано оно или не скачано. И назначено оно или не назначено. Кроме этого, по правому клику мы можем добавлять еще ряд других столбцов, которые несут какую-то полезную информацию. Например, максимум рантайм в минутах. Я вот, например, вижу, что для этого обновления я сам изменял максимум рантайм. По умолчанию стояло 10 минут. И в 10 минут мои сервера не укладывали, чтобы установить большой кумулятивный пакет на Windows Server 2016. Кстати, как я это сделал? То есть это можно сделать все в свойствах, изменить эти параметры. В свойствах мы видим информацию по этому обновлению. Для каких продуктов. Языки. Какое-то описание. Article ID. Его имя этого обновления. Максимум рантайм. Я поставил 120 минут. Перед этим здесь было 10. Custom Severity. Вы можете сказать, что это Moderate, Important или Critical обновление для вас. То есть вы можете переопределить. Content Information. Content ID. Скачано оно или не скачано. И путь к нему. К этому обновлению. Кроме этого, его размер. Как мы видим, в мегабайтах это больше одного гигабайта. Здесь у нас нет ничего. Supposedness Information. Здесь информация о том, перекрывало ли это обновление какие-то другие обновления. Здесь у нас тоже нет информации. И Security. Здесь вот. Только я как администратор. Если, например, открыть это обновление и посмотреть в свойствах, перекрывало ли это обновление или нет. Какие-то другие. То мы здесь увидим ряд обновлений. Вот мы здесь видим, собственно, какие у меня они есть. От 370 до 348. То есть эти все были обновления, перекрыты этим обновлением. Ну, впрочем, еще и ряд других. Далее, внизу мы видим краткую сфотку по этому обновлению. Краткую информацию. Article ID. Когда оно там было выпущено. В какую классификацию попадает это обновление. В данном случае это Security Update. И здесь общая информация, кому оно требуется или не требуется. В моем случае оно требуется 4 серверам. И 6 клиентам оно не требуется. И последняя информация по этому обновлению. То есть мои агенты последний раз отчитывались вот в такое время. И мы видим здесь, собственно, те же самые 4 и 0. То есть никто из моих 4 серверов еще не устанавливал это обновление. Ну, а 6 других компьютеров. Это, соответственно, не Windows Server 2016, а какие-то другие операционные системы. И это обновление уже было скачано. Было назначено. И, как я уже говорил, я изменил там максимум рантайм. Как находить вообще обновление? Ну, в первую очередь, если мы говорим про какой-то определенный номер обновления. Например, вы знаете, вы хотите там по какой-то KB посмотреть. Я могу взять вот эту 25339, самую верхнюю. Вы вписываете сюда имя этой KB, либо там часть, например. И мы видим здесь, что это обновление у нас выходило под разные версии операционной системы. В данном случае это под Windows 10 версии 16.07.x86, 16.07.x64 и Windows Server 2016. Здесь, опять же, я вижу, что, например, для 16.07 не было оно скачано и, соответственно, не было установлено. И по умолчанию дается 60 минут на установку этого кумулятивного обновления. Вы можете добавлять какие-то критерии, например, к этому, к вашему запросу. И критериев у вас довольно много. То есть у вас title, то есть имя требуется или не требуется, установлено или не установлено, скачано или не скачано, назначено или не назначено, размер и прочее, прочее. expirate, например, или продукт какой-то. Ну, можно, например, там выбрать по продукту, выбрать по требуется, добавить, то есть еще параметры. И сюда, в requirate, мы говорим, что у нас показывать в данном случае меньше или равно, больше или равно, между какими-то двумя значениями, равно или не равно. Ну, в моем случае, например, было бы правильнее указать, то есть больше или равно, то есть показать все обновления, у которых KB имеет в своем названии вот такие цифры. И по продукту, например, Windows Server 2016. Я говорю искать, и мы видим, что у нас под эти критерии попадает только одно обновление. Либо же, например, можно удалить просто эти цифры и показать вообще все обновления, которые требуются в данный момент на Windows Server 2016. То есть под этот запрос у нас попадает четыре обновления. Я могу сохранить этот запрос, например, нажать кнопку Save Current Search As и задать имя этому поисковому запросу. Зачем это нужно? Когда у вас будет консоль загружена большим количеством обновлений, у вас там их будет, например, несколько тысяч, это будет все работать очень медленно. И среди такого большого количества обновлений искать какие-то обновления по вашим критериям будет сложно. То есть вы можете сразу обратиться либо же в Recent Search, то есть показать ваши последние запросы, либо сохраненные запросы. Например, в данном случае выбираю Manage Searches for Current Node, то есть только для Software Updates. И здесь вот есть мой кастомный запрос. Кроме этого, здесь есть еще пять поисковых запросов по умолчанию. Это все критические обновления, все обновления безопасности, все сервис паки, Required Updates, то есть требуемые обновления и обновления, которые были выпущены в предыдущем месяце. Если я выбираю свой запрос, нажимаю ОК, то я вижу здесь все обновления, которые попадают под этот запрос. Ну и соответственно потом я эти обновления могу устанавливать. Про установку обновлений я расскажу немного позже. Итак, вы прошли все предыдущие шаги и вы готовы устанавливать ваши обновления. Вы определились, какие обновления вы хотите установить и вы создаете Software Update Group. То есть по большому счету это такая логическая группа всех обновлений, которые вы хотите установить. Вы в эту группу забрасываете все обновления, создаете эту группу, назначаете эти обновления, точнее эту группу на какую-то коллекцию с компьютерами и в процессе вы создаете пакет и создаете деплоймент. То есть у вас есть группа обновлений, у вас есть эти обновления запакетированные и лежащие на Distribution Point и у вас есть деплоймент, о котором клиент узнает, когда скачивает политику с Management Point. И сейчас я покажу, как вручную устанавливать обновления. Давайте вернемся к нашему запросу. У нас есть обновления, они уже правда скачаны и назначены, но я покажу, как в принципе это делается. Я выбираю все обновления. По правому клику я говорю создать Software Update Group. И мы видим здесь разные группы обновлений. Собственно, по Create By, если отфильтровать, то видно, какие группы обновлений были созданы вручную, а какие были созданы при помощи Automatic Deployment Rules. О них я расскажу немного позже. Итак, мы создали группы обновлений. Дата создания, дата модифицирования. Процент соответствия, кем было создано. Назначено, в данном случае не назначено. Но все обновления уже скачаны. Входит сюда 4 обновления. И количество истекших обновлений 0. Если по двойному клику открыть эту группу обновлений, то мы видим все обновления, которые в нее входят. Что в общем-то логично. Итак, вот они у нас все есть. Правый клик Download. В данном случае нам это не нужно, поскольку они уже все скачаны. Деплойт у нас уже есть, но я сделаю тестовый деплойт на какую-то другую группу компьютеров. Просто показать, как это работает. Итак, мы здесь видим Deployment Name. Мы видим имя нашей Software Update Group. Мы можем выбрать какой-то Deployment Template. То есть это, скажем так, набор заданных настройок предопределенных. Но у меня их нет, я их не создавал. Коллекция. На какую коллекцию мы будем устанавливать эти обновления. То есть в Windows 7 Inplace Upgrade, понятное дело, коллекция не имеет смысла. Но показать страницы мастера. Далее. Тип деплоймента. Похоже также и на установку Applications. То есть Required либо Available. Мы говорим, что мы хотим принудительно установить эти обновления на компьютер. Detail Level. То есть какие сообщения будет слать нам клиент. То есть все сообщения только успешные и сообщения в случае неудачи установки. Или только Error. Мы говорим все сообщения, к примеру. Когда будет установлено это обновление? То есть в какое-то определенное время. Либо же, например, as soon as possible. Если у нас наступает Deadline, то когда он наступает? То есть мы можем задать какую-то дату, до которой обязательно должно установиться это обновление. Либо же, например, здесь можем указать тоже as soon as possible. И как только клиент узнает о том, что ему нужно устанавливать эти обновления, он их сразу же скачивает и сразу же устанавливает. User Experience. То есть мы будем видеть в Software Center все Notifications. Deadline Behavior. Можем ли мы после того, как наступил Deadline, делать что-то вне окна обслуживания? Например, установку Software Updates или System Restart. То есть это уже зависит от вашей инфраструктуры. Разрешаете ли вы, например, какое-то критическое обновление, если приезжает, его нужно установить срочно, то вы, например, можете поставить вне окна обслуживания вот эти вот галочки. И тогда, например, в рабочее время, в какие-нибудь 11 утра у вас на сервер приедет обновление, оно установится и сервер перезагрузится. Нужно вам или нет, это уже вам решать. Далее. Device Restart Behavior. То есть поведение устройства при перезагрузке. Некоторые обновления требуют перезагрузки. И если вы здесь не ставите эти чекбоксы, не активируйте, соответственно, если перезагрузка требуется, и сервер, и рабочая станция будут перезагружены. Вы можете подавить перезагрузку, и тогда и сервер, и рабочая станция будут ожидать перезагрузки вручную. И, соответственно, после перезагрузки будут применяться все те обновления, которые были установлены. Далее. Configuration Manager Alerts. Если у нас не совпадают эти условия, то есть если у нас там процент соответствия установки, процент успеха там меньше 95%, мы будем создавать алерт. И также мы можем создавать алерты, если у нас установлены агенты SCOM. Download Settings. Если у нас клиент использует Distribution Point из соседней группы границ или из дефолтной группы границ, то мы не устанавливаем это обновление. Либо же мы можем сказать, что он может скачать это обновление с Distribution Point и установить. Если же это обновление недоступно на всех Distribution Point в текущей группе границ, либо же в соседних группах границ, может ли клиент скачивать и установить это обновление с Distribution Point, которое находится в дефолтной группе границ? Мы говорим ему, что да, он может это делать, либо же ему запрещено это делать. Разрешается клиенту расшарить контент с другими клиентами в той же самой подсети? И разрешается ли скачивать это обновление с Microsoft Updates, если оно не было найдено на Distribution Point? и мы создали наше назначение. Я создам для примера еще одну Software Update группу, поскольку прошлый пример был с обновлениями, которые уже скачаны. Я, например, возьму какое-то обновление, которое никому не требуется, и покажу страницу мастера. К примеру, я хочу установить это обновление, оно еще не скачено и никому не назначено. То есть я решил, что мне нужно обновление для Microsoft Office 2016. То есть я могу его скачать, или же могу создать сразу Software Update Group. Я говорю создать Software Update Group. Переходим в наши группы. Итак, по правому клику у нас есть Download, то есть мы можем сначала скачать это обновление, потом его назначить, либо же можем сразу назначить на коллекцию, и на страницах мастера у нас есть возможность его скачать. Я выбрал Deploy. У нас есть какое-то, опять же, название. У нас есть Deployment Deployed. Ну, могли бы здесь быть. Я в конце, наверное, сохраню для примера, покажу, что это такое. Название нашей Software Update группы. Коллекции с компьютерами. Например, Windows 10. Deployment Settings Required или Available. В этом случае, например, я оставлю Available. Показывать, точнее отсылать от клиентов все messages. Когда у нас доступно для установки пользователям это обновление, как только возможно. Показывать в Software Center все уведомления. Мы не создаем алерты. Download Settings оставляем по умолчанию. Итак, Deployment Package. Нам нужен пакет, потому что у нас не может быть просто объекта без пакета для установки. То есть нам нужен пакет. Я могу выбрать существующий пакет, который у меня уже есть. Ну, я для примера покажу, как он создается сначала. И нам нужна папка Package Source. То есть папка, в которой будут лежать инсталляционные файлы и из которых будет формироваться пакет. У меня уже есть такая папка, поскольку это мой основной сервер. У меня здесь уже устанавливается обновление. У меня есть папка со всеми обновлениями и подпапками для различных обновлений. Для различных категорий. У меня вот есть папка Updates Source. Я здесь же создаю подпапку для этого пакета. И сейчас я ее выберу. Я указываю эту папку. Я говорю, что после того, как эти файлы будут скачаны в эту папку, создать пакет и поместить этот пакет на мою Distribution Point. Я выбираю Distribution Point. Я говорю, что я хочу скачивать эти файлы из интернета, либо же из какой-то, возможно, общей папки в сети, которая могла бы быть, но у меня ее нет. Я выбираю язык. Только английский. Ну и в принципе, последний шаг это создание дептемплейта. То есть, я могу сохранить какие-то определенные настройки, либо все настройки, которые у меня есть в этом мастере, для того, чтобы в следующий раз не проходить мастер заново, не указывать все эти настройки. Я могу выбрать уже какой-то готовый темплейт. Я сохранил этот темплейт. И в принципе, у нас деплоймент готов. И сейчас из интернета скачивается это обновление. Итак, обновление скачалось. Пакет, я надеюсь, у нас создан. Мы сейчас это проверим. Посмотрим исходные файлы нашего обновления. Вот оно. Я довольно удачно выбрал. Всего 400 килобайт. Зайдем в deployment packages и посмотрим, создан ли там пакет и добавлен ли он автоматически на distribution point. Как мы видим, пакет создан. Он добавлен на distribution point. И если открыть этот пакет, то внутри мы видим наше обновление. Если вы хотите добавлять обновление в уже существующие Software Update Groups, вы можете делать это без проблем. По правому клику на обновление, которое вы хотите установить, вы выбираете Edit Membership. И вы добавляете это обновление в существующую группу апдейтов. Например, я могу ее добавить еще в ту группу, которую я создал. Нажать ОК. И она будет там. И таким образом вы можете пополнять, скажем так, апдейтами только одну группу. То есть вам при каждом новом апдейте не нужно создавать новую группу апдейтов. Она, собственно, и называется группой. И можете иметь только один деплоймент на какую-то определенную коллекцию. Соответственно, все ваши компьютеры, которые находятся в этой группе, рано или поздно, так или иначе, будут получать все апдейты, которые им требуются. Потому что ваш список этих апдейтов, он будет расти и расти. И в то же время он также может и уменьшаться. То есть если вы выбираете ваше обновление, вы считаете, что оно уже, например, устарело, либо его больше не нужно устанавливать, вы также выбираете Edit Membership. И вы вкидываете его из существующей Software Update группы. Нажимаете ОК, и его там больше нет. Ну и последняя демонстрация. Это работа с шаблоном, который я сохранил. Возьмем, например, другой апдейт. Скажем, что мы хотим создать новую группу апдейтов. Дадим там какое-то название. Когда мы выбираем Deploy этой группы, мы здесь можем выбрать Deployment Template. То есть тот пакет настроек, который я сохранил в конце предыдущей инсталляции обновлений. Я нажимаю ОК. И все параметры заполняются автоматически. То есть мне здесь уже ничего не нужно выбирать. Все это было в предыдущем нашем темплейте. Это удобно, если вы делаете много однотипных назначений. Ну а со стороны пользователя конечного, если вы делаете тип обновления Available, в Software Center, в разделе Updates вы можете найти обновление. Предыдущий статус Failed, то есть оно у меня не установилось по таймауту, слишком мало было времени. Я увеличил таймаут. Я нажимаю кнопку Install All. И мы начинаем, собственно, устанавливать это обновление. Итак, мы посмотрели, как устанавливать обновление вручную. А теперь время познакомиться с Automatic Deployment Rules. То есть, что такое правило автоматического обновления? Это процесс, который все ваши пошаговые действия делает за вас. То есть он создает группу обновлений, он туда добавляет обновление в соответствии с вашими критериями автоматически, и пополняет и пополняет ее. Удаляет оттуда устаревшее обновление. Создает пакет на Distribution Point, регулярно обновляет этот пакет новыми обновлениями, которые входят в пакет. И устанавливает эти обновления на клиентов, опять же, автоматически. И давайте посмотрим, как это работает. Давайте создадим ADR. Создаем ему имя. Вы также можете работать с темплейтами, как и в прошлой демонстрации. Вы можете управлять темплейтами, создавать свои. По умолчанию есть пять темплейтов. Это Definition Updates. Это те темплейты, которые нужны для антивирусных баз, поскольку они часто обновляются. Патч Tuesday и другие, которые, в общем-то, не очень часто используются. Мы выбираем коллекцию компьютеров, на которые мы хотим устанавливать какие-то определенные апдейты автоматически. Мы будем добавлять апдейты в существующую Software Update группу. То есть первый раз при запуске этого правила группа создастся, и потом она будет только обновляться. Если же вы выберете второй вариант, то каждый раз при запуске этого правила будет создаваться новая группа. И таким образом, если правило часто работает, вы наплодите огромное количество групп. Мы можем включить деплоймент сразу же после того, как это правило будет запущено. То есть вы заканчиваете мастер, запускается это правило, и если есть какие-то апдейты, которые соответствуют вашим заданным критериям, они сразу же будут устанавливаться на ваши компьютеры. Далее страничка Deployment Settings. Здесь можно ставить параметры по умолчанию. Уровень детализации сообщений можно выбрать все сообщения, только сообщения с ошибками или успешные с ошибками. И мы автоматически устанавливаем все обновления, которые будут найдены под критерии этого правила, и автоматически принимаем все лицензионные соглашения. Далее нам нужно задать наши критерии, по которым наше правило будет искать и применять наши апдейты. Можно задать язык. Например, продукт. И required. Язык у нас будет английский. Продукт, к примеру, Windows Server 2016, либо же Office, либо Windows 10, Windows 8.1, как вы посчитаете нужным. И required мы поставим. Если это обновление требуется хотя бы одному компьютеру, то есть одному и более, то тогда оно будет работать. Соответственно, если у нас будет в сети хотя бы один компьютер с англоязычной версией Windows Server 2016, мы найдем хотя бы одно обновление, тогда мы будем запускать это правило, и эти обновления сразу попадут на наши компьютеры. Мы можем нажать кнопку Preview и посмотреть, какие обновления попадают под эти критерии. Я имею в виду, из уже существующих обновлений в нашем Configuration Manager. Configuration Manager вернул 4 обновления, которые я, собственно, показывал, когда рассказывал, как работать с поиском. Когда мы запускаем это правило, мы его не запускаем автоматически, мы будем его запускать время от времени вручную. Мы его запускаем каждый раз сразу после синхронизации Software Update Point, и мы его будем запускать по какому-то расписанию, например, каждый день, каждые 7 дней или раз в месяц по какому-то расписанию и так далее. Расписание. Когда это обновление будет приезжать на компьютер, соответственно, это будет обновление, конечно же, только Required, то есть это не будет обновление Available, потому что это Automatic Deployment Rule. Я здесь могу поставить, что обновление будет доступно там с какого-то периода, с какой-то даты, там по какую-то дату, либо же as soon as possible, то есть как только Automatic Deployment Rule отработает, скачает нужные обновления, запакует их в пакет, отправит на Distribution Point и создаст Deployment, и наш клиент, как только об этом узнает, он сразу же будет устанавливать эти обновления. User Experience. Мы эту страницу уже видели, когда мы работали с предыдущими визардами, показывать пользовелю какие-то сообщения, либо не показывать, когда автоматически будет устанавливаться обновление, это ваше дело. Далее, Deadline Behavior. Если у нас подходит время дедлайна, разрешаем ли мы вне окна обслуживания его перезагружать и устанавливать Software Updates, подавляем ли мы перезагрузку на серверах и на рабочих станциях или не подавляем, генерируем ли мы какие-то алерты, если это, например, правило отработает с ошибкой, либо же если у нас там какие-то критерии в процентном соотношении успеха нас не устроит, например, если будет ниже 90% успех, тогда мы говорим, что это тоже будет ошибка и будем получать alert. Настройки, опять же, по скачиванию контента те же самые, которые мы видели и ранее. Deployment Package. Мы можем, опять же, я это показывал, либо же выбрать существующий Deployment Package, который у нас есть и все обновления, которые попадают под наши критерии, будут сохраняться в этот пакет, например, в Windows Server. Либо же мы можем, опять же, создать новый пакет, указать Package Source, то есть указать ему GNC-путь, куда будут сохраняться файлы, и из этих файлов будет создаваться новый пакет и будет обновляться. Download Location мы скачиваем файлы из сети или из интернета. Язык, английский и Summary. Опять же, все параметры, которые мы определили, мы можем сохранить как шаблон и впоследствии его использовать. Вы можете включать и выключать ваши правила автоматического обновления. Здесь, в столбце Enabled видно, что у меня из четырех правил работает только три. Правила Windows Server отключено. Когда мы создаем Automatic Deployment Rules, внизу на вкладке видно Deployment Settings, то есть коллекцию, на которую был назначен этот ADR, то есть на которую было назначено это правило. Плюс этих правил сейчас в последних версиях с новыми возможностями в том, что вы можете создавать теперь только одно правило и вам не нужно штамповать эти правила, если вам они нужны с идентичными настройками, но для разных коллекций. То есть вы можете создать только одно правило, назначить его на какую-то коллекцию, то есть в этом мастере, который я показал ранее, и потом просто нажать Add Deployment, то есть добавить те же самые настройки на какую-то другую коллекцию. То есть если параметры будут совпадать, то у вас этот ADR будет работать на одну коллекцию, на вторую, на третью и так далее. То есть это удобно в тех случаях, когда вы, например, патчите вашу операционную систему по группам. Например, у вас есть первая деплоймент группа, то есть какая-то, скажем так, очень-очень тестовая, когда вы только начинаете обкатывать эти обновления. Обычно это происходит в крупных компаниях, делят на большое количество групп. То есть первая группа это обычно IT-отдел. То есть сначала на компьютер IT-отдела вы назначаете все обновления, потом эти обновления накатываются на какую-то маленькую пилотную группу, например, 100 компьютеров. После этого через неделю, например, на вторую, на третью неделю накатывается на какую-то большую пилотную группу, например, 1000 компьютеров. И после того, как у вас есть уже отчеты по вашим трем коллекциям, то есть это IT-отдел плюс 100 компьютеров плюс 1000 компьютеров, потом вы уже на четвертую неделю накатываете все обновления в пределах вашей компании. И для того, чтобы для таких вещей не создавать 4 ADR и для того, чтобы не делать много ручной работы каждую неделю, вы создаете одно правило и потом создаете просто 4 деплоймента. Точнее, первый деплоймент у вас будет уже сразу готов после создания правила и потом вы просто назначаете этот деплоймент. Как вы видите, здесь нет никаких настроек, которые касаются каких-то фильтров, для каких продуктов и так далее. Здесь у вас есть только настройки, которые относятся к установке. Все основные параметры правила у вас есть уже в самом правиле. И потом вы просто добавляете деплоймент. Соответственно, с одним правилом можно сделать 4 деплоймента в разное время и автоматически у вас там каждую неделю в какой-то определенный день будет стартовать апдейт для одной группы, то есть для IT-отдела, потом для маленькой группы и так далее. Как я это уже объяснил, это очень удобно. Если говорить про логи, у нас на сервере есть такой лог, который называется Rule Agent и в нем есть информация о том, как работает правило. То есть мы можем увидеть здесь, что у нас партится наш XML, то есть XML нашего правила. Обнаруживается, что у нас там требуются какие-то апдейты для нашего правила. Далее у нас есть информация о том, что у нас должно быть скачано 5 апдейтов для такого пакета. Это наш ID пакета и там, где лежат файлы. Собственно, по названию папки я могу понять, что это правило для Windows 10 и я здесь вижу, что скачивается один файл, другой, третий, четвертый и пятый. То есть наши 5 файлов для этого пакета были скачаны, какие там файлы были пропущены, потому что они уже существуют в пакете и так далее. И здесь мы видим в конце, что у нас скачивание было успешно завершено для этого правила. То есть лог Rule Agent может вам показать, насколько корректно и правильно работают ваши правила. Далее немного официоза, скажем так, Best Practices от компании Microsoft. Я не уверен, что 1000 это программное ограничение, но Microsoft рекомендует вам создавать Software Update Deployment до 1000 апдейтов. Я не уверен, что если вы добавите 1000, это будет работать, но в любом случае ориентируйтесь на это. А если же вы создаете Software Update Deployment и потом его устанавливаете годами и обновляете новыми файлами, новыми обновлениями, то он вполне возможно у вас может дорасти до этой цифры. Особенно если вы, например, мигрируете с версии на версию, например, у вас там был 20.12, потом вы смигрировали на 20.12 R2, потом на Current Branch и так далее. Это тянется годами и у вас один Software Deployment, вполне возможно, что вы достигнете этого лимита. А Microsoft не рекомендует добавлять больше 1000 апдейтов в один деплоймент. Если же мы говорим про Patch Tuesday, как вы знаете, компания Microsoft выпускает апдейты, которая так и называется Patch Tuesday, то создавайте Software Update группу каждый раз, когда вы запускаете Automatic Deployment Rule для Patch Tuesday и для общей установки. Если мы говорим про Endpoint Protection, то файлы, которые приезжают для Endpoint Protection, появляются на сервере довольно часто и создавать каждый раз новую группу, у вас там будет, я не знаю, несколько штук, минимум 3-4 группы в день. И, соответственно, там за 30 дней у вас накопится огромное количество групп, этим всем очень удобно управлять. Поэтому создавайте только одну группу через Automatic Deployment Rule и потом ее просто редактируйте. То есть она будет автоматически у вас обновляться новыми файлами, а старые файлы будут удаляться. Если мы говорим про WSaaS базу на Software Update Point, то используйте Shared WSaaS Database. Говоря про WSaaS и Configuration Manager на одном сервере, я делаю неправильно, но поскольку это лаба, я могу себе это позволить. Если же мы говорим, что это продуктивная среда, то выделяйте два инстанса. Один выделяйте Named Instance для WSaaS и Default Instance для базы Configuration Manager. Когда вы скачиваете файлы через WSaaS, выбираете параметр сохранить апдейты локально. Говоря про установку апдейтов на рабочей станции и на серверах, понятно, что на рабочих станциях можно заставить пользователя перегрузить в какой-то момент компьютер, либо поставить под конец рабочего дня перезагрузку, либо же это делать ночью и так далее, в зависимости уже от вашей ситуации, от ваших бизнес-задач. Говоря про сервера, правильнее было бы делать назначение Available, то есть когда администратор конкретного сервера, какого-то сервиса, например SharePoint или SQL, Exchange, терминальный сервер, файловый сервер и так далее, заходит удаленно на этот сервер, проверяет, что нужно установить какие-то обновления, он это делает в какое-то время, которое сам считает правильным, и перезагружает этот сервер, чтобы обновления вступили в силу. То есть для этого нужно делать назначение Available. Говоря про пакеты, на Distribution Point нужно заметить, что у вас есть такая возможность в свойствах пакета, как Enable Binary Replication, ставьте эту галочку для того, чтобы только новые изменения, то есть новые файлы небольшие, которые появляются в пакете, они доезжали на Distribution Point, тем самым вы будете экономить время и пропускной канал. Ну и смотрите за своим Deployment Rate, то есть для этого есть у вас дашборды, которые я покажу чуть позже, то есть отслеживайте, насколько успешно или неуспешно, наоборот, устанавливается у вас обновление в компании, для того, чтобы всегда можно было руководству предоставить информацию, ну и в том числе можно было понять вам со стороны администратора или инженера, насколько технически это все корректно работает. Если вы установили какой-то апдейт и у вас там success rate 65%, то, наверное, у вас есть в сети какие-то проблемы, и потому что 35% компьютеров с неудачной установкой этого апдейта, это в большинстве случаев, наверное, большая проблема для компании. Какие у вас есть вообще варианты установки, если мы говорим про ручную установку и про установку через Automatic Deployment Rule? Первый вариант ручной установки – это создание каждый раз новой софтверопдейт-группы, если мы устанавливаем какие-то новые апдейты, либо же один апдейт. Второй вариант ручной установки – у вас уже есть готовая софтверопдейт-группа с какой-то там кучей обновлений, и вы редактируете просто мебершип, я показывал для каждого нового обновления, и говорите, это обновление теперь входит в такую-то софтверопдейт-группу. И, соответственно, назначение от этой софтверопдейт-группы на какую-то коллекцию будет, скажем так, обновляться, и все компьютеры, которые установили вот эту уже пачку кучи обновлений, будут доустанавливать по мере необходимости там новое и новое обновление. В каких случаях использовать тот или другой вариант, я не могу вам подсказать, поскольку, опять же, это все зависит от вашей инфраструктуры. Я бы, например, использовал новое назначение, новую софтверопдейт-группу для какого-то очень уникального, скажем так, очень важного обновления, по которому нужно смотреть деплоймент рейт, success-деплоймент рейт, например, последние вирусные атаки. Это, как вы знаете, вирусы WannaCry, Петя и так далее. То есть, и когда у вас выходит патч под какую-то конкретную специфическую задачу, наверное, правильнее было бы создать отдельно софтверопдейт-группу, назначить на какую-то коллекцию, и смотреть только по этому апдейту, что у вас происходит, там, успешно или не успешно этот патч устанавливается, поскольку если вы закинете в какую-то большую софтверопдейт-группу, ну, у вас потеряется деплоймент рейт и будет сложно отслить. Хотя, конечно, это можно будет сделать не через красивые дешборды, а через отчеты, посмотреть эту информацию. Говоря же про ADR, у вас есть вариант один деплоймент на одну коллекцию, как я уже показывал, либо же вы создаете один ADR и создаете несколько деплойментов на разной коллекции с одними и теми же настройками. Ну и, понятно, вы должны иметь уже какую-то структуру коллекции под ваши задачи, под ваши обновления. Говоря о мониторинге, вы можете мониторить статус синхронизации софтверопдейт-поинт через консоль конфигурацион-менеджером. Вы можете читать статусное сообщение, то есть, так называемые статус-месседжерс по каким-то определенным компонентам, которые относятся к установке обновлений. Например, SMS WSS Control Manager. У вас есть дешборд, который показывает общую информацию по вашим обновлениям. У вас есть информация по деплойменту, то есть, когда вы назначаете деплоймент, у вас есть какой-то рейт, то есть, где у вас успешно, неуспешно установились обновления и так далее. И у вас есть богатая система отчетов, о которых я уже вскользь упоминал, которые относятся тоже к установке обновлений. И сейчас некоторые из них я вам покажу. Итак, первым делом Software Updates Dashboard. Такой красивый наглядный дешборд, который предоставляет не очень большое количество информации, будем откровенны, но который вполне симпатично выглядит и его можно показывать какому-то IT-руководителю, к примеру. У нас есть общий количество устройств, которые соответствуют, либо же не соответствуют. Как это определяется, по каким параметрам? Это определяется по категориям апдейтов. У нас здесь Security Updates, Critical Updates, другие апдейты и апгрейды, то есть, обновления для операционной системы. Также у нас есть параметр апдейты, которая старше, чем какое-то количество дней. По умолчанию здесь параметр 15, то есть, мы можем увеличивать или уменьшать этот параметр. Если же мы, например, уберем категорию апгрейды, то есть, мы не будем говорить про установку новых версий Windows 10, про патчинг, нажимаем кнопку Apply, и, как вы видите, картина меняется. Тогда у нас уже 9 устройств соответствуют, и 3 устройства не соответствуют. И возвращаемся обратно. Дальше пропущены апдейты по категориям, то есть, какие апдейты у нас не установлены и на какое количество компьютеров. Самое большое количество апдейтов, это категория другие, 76%. То есть, можно нажать, и мы увидим, какие апдейты, например, нам нужно устанавливать на какие компьютеры, точнее, на какое количество компьютеров, например, на 2 компьютера, нам нужно устанавливать новое обновление для нашего антивируса. Кликая на Critical, мы можем увидеть, что у нас апдейты для Windows Server 2016 не установлен на один компьютер этот апдейт, и апдейт для Endpoint Protection не установлен также на один компьютер. Переходим к Security апдейтам. Видим там 3 апдейта здесь, то есть, вот такой квалитимный апдейт на Windows Server 2016, который я, кстати, использовал в предыдущих демонстрациях, 25339 не установлен на 3 компьютера. Если вы помните, я устанавливал его через Software Center. На сервер Configuration Manager у меня было 4 компьютера без этого апдейта. Теперь у меня 3 компьютера без этого апдейта. И апгрейды. Microsoft Configuration Manager считает, что я должен установить, обновиться до версии 16.07, Windows 10, 16.07. 3 своих компьютера у меня, ну, я до сих пор не обновил. Также на этом дашборте мы видим, что у нас 0 критических алертов, и последняя синхронизация успешно выполнена вот в такое-то время. Касаемо успешной синхронизации, если вам лень заглядывать в логи и смотреть, отсинхронизировался Configuration Manager с Microsoft Update или нет, мы видим, кстати, здесь у нас Synchronization Source, Microsoft Update, версию каталога. То есть мы можем посмотреть здесь просто иконка либо зеленая, либо красная. То есть в данном случае мы видим, что статус синхронизации завершен. У нас последняя попытка была в такое-то время. Она успешно закончилась в такое-то время. Source синхронизация, то есть источник, откуда мы стягиваем метаданные, и версия нашего каталога. Далее можем перейти к статусу компонентов и посмотреть статусное сообщение по этим компонентам, например, по той же самой синхронизации мы можем посмотреть. Мы видим, что у нас синхронизация выполнилась, стартанулась и закончилась успешно. WSAS Control Manager можем посмотреть. Здесь мы видим, что availability, то есть доступность компонента SMS WSAS Control Manager была изменена на онлайн. То есть с ним все в порядке. Ну и переходим к богатой системе отчетов. У нас есть несколько категорий отчетов, которые относятся к траблшутингу, сканированию, то есть поиску обновлений, установке. Менеджмента установки и общее compliance, то есть соответствие. Можно начать с самого, собственно, главного отчета. Compliance 1, overall compliance, то есть общее состояние наших отчетов. Здесь мы выбираем update группу. Можно выбрать, например, Windows Server для этой демонстрации. Выбираем коллекцию. Я выберу все клиенты. И запрашиваю информацию по этой апдейт-группе и этой коллекции. Итак, у нас все в порядке с семью компьютерами и с тремя компьютерами у нас проблемы. Но это не совсем проблемы. То есть они просто требуют какой-то установки, то есть каких-то обновлений. Я вижу имена этих компьютеров и с каждым кликом я проваливаюсь все глубже и глубже, то есть перехожу к другому отчету. Сейчас, например, у нас категория, опять же, категория A, compliance, но я смотрю уже совсем другой отчет. И здесь мы видим информацию по какому-то апдейту по нашему компьютеру. Вот здесь указан update, update class, article ID, approved, то есть одобрен он или нет, требуется он или не требуется, дедлайн установки и информация по этому апдейту. Например, как мы видим на компьютер DC, то есть на мой домен контроллер, требуется обновление, о котором я уже неоднократно говорил. Например, кумулятивный апдейт 25339. Я все никак его не установлю туда. Ну и так далее. То есть здесь есть у нас очень большое количество отчетов. Ну и после отчетов переходим к deployment. Можно отсортировать по типу установки. Я хочу посмотреть software updates. Вот, например, Windows Server. То есть есть какая-то информация о том, что у нас все в порядке, либо же наоборот, там не в порядке с конкретно этой software update группой. При клике view status мы проваливаемся глубже. То есть открываем информацию по этому деплойменту и смотрим, что у нас все нормально вот с этими компьютерами. То есть туда либо же были установлены обновления, либо они туда не требуются. В прогрессе у нас нет ничего. В Aurora у нас два компьютера. Я сейчас к ним вернусь. И в unknown у нас наш контроллер домена, где указано, что он почему-то просто еще не отправил никакой информации, не может сказать, что у него с этими обновлениями. Итак, возвращаясь к нашим проблемным компьютерам, мы видим у нас имя устройства, которое не смогло установить. То есть имя сервера, который не смог установить. Какие-то апдейты, статус, код ошибки и какое-то описание. Если открыть информацию вкладку software updates, то здесь мы видим имя, опять же, описание этого апдейта, статус и состояние установки. Ну, например, взять опять же снова кумулятивное обновление 40, 25, 339. У нас состояние fail to install update, то есть не удалось установить это обновление, а его не удалось установить, поскольку я показывал максимум рантайм был 10 минут для этого обновления и мои сервера, соответственно, за 10 минут не смогли установить такой большой апдейт. Я вчера остановил запись видеоурока, установил это кумулятивное обновление на сервер SCCM и это заняло около полутора часов и в принципе я вложился в те 120, по-моему, минут, которые я выделял, я показывал, как это редактируется в свойствах обновления. Ну, остальные сервера я еще не включал, соответственно, они еще не получили, новые настройки и пока мы видим, что это обновление было неуспешно установлено на, например, на моем сервере SCCM. Буквально несколько слов про Boundary Group. Начиная с версии 17.02 вы теперь можете ассоциировать группу границ с вашей Software Update Point. Раньше такое было невозможно и клиент продолжал использовать свою текущую Software Update Point до тех пор, пока ему не приходилось искать новую в случае какого-то фейла. Сейчас же вы ассоциируете группу границ с Software Update Point и клиент, который входит в группу границ сразу же автоматически обращается к этой Software Update Point. Это очень удобно и это позволяет локализовать трафик внутри какой-то подсети, где есть сервер Software Update Point и теперь у некоторых возможно администраторов появилась возможность отказаться от secondary сайтов в пользу правильно настроенных Distribution Point плюс Software Update Point плюс группы границ. Ну и напоследок список логов, которые вы можете использовать для трэблшутинга. Я в основном использую Voa Handler, когда мне нужно проверить, что клиент успешно подсоединился к Software Update Point, точнее он ее нашел, распознал и с ним все в порядке. Это более часто используемый лог. А со стороны Configuration Manager это WSync Manager, то есть менеджер синхронизации WSAS сервера, в котором видно проходит вообще синхронизация вашей Software Update Point, вашего WSAS сервера с Microsoft Update или нет. Если проходит, какие обновления скачиваются, закончилась общая синхронизация или нет. Ну и если эти логи вам не помогают разобраться, тогда уже нужно обращаться к другим логам, список которых вы видите. На этом я заканчиваю свой видео, которое я посвятил установке обновлений через System Center Configuration Manager Current Range и я надеюсь он был вам полезен.